У нас на сайте будет дополнительная страница, которая называется «Консультация». Давайте создадим ее и разместим там форму захвата данных. Сначала давайте создадим саму форму. Для этого переходим в режим «Консоли», а затем наводим курсор на вкладку «WP Form» и выбираем «Новая форма». Во-первых, давайте введем название формы – «Главная форма». Затем наведем курсор на область «Пустая форма» и кликнем по появившейся кнопке. Далее перед нами откроется конструктор формы. С левой стороны этого конструктора отображается панель выбора полей, а справа – презентация текущего внешнего вида нашей формы. Итак, наша форма будет состоять из трех обязательных полей. Это имя, e-mail и вопрос. Давайте приступим. Для добавления первого поля имя кликаем по соответствующей кнопке на панели выбора полей. Затем кликаем по области появившегося поля имя. И в открывшейся панели нас будет интересовать раскрывающийся список формат. Здесь мы выбираем опцию «Просто». Теперь переходим обратно в панель выбора полей. Давайте выберем поле e-mail. А затем для создания поля ввода вопроса кликнем по кнопке «Текст», после чего перейдем в настройки этого самого поля, где подписчик будет вводить свой вопрос. В качестве заголовка поля вводим название «Ваш вопрос». Определяем поле в качестве обязательного к заполнению, посредством установки чекбокса в соответствующей области. Итак, теперь переходим во вкладку «Настройки формы». Здесь нас будет интересовать вот это поле. Давайте введем сюда два слова. «Фон», нижнее подчеркивание, «Баттон». Теперь нам нужно перейти в раздел «Уведомления». Здесь нас будет интересовать вот это поле. Давайте введем сюда адрес электронной почты, на которую мы будем принимать вопросы от подписчиков и рекламодателей. Затем нам нужно изменить название темы письма. Давайте введем здесь вопрос с блога. Далее переходим в раздел «Подтверждение». Здесь нужно выбрать то, что будет показываться вашему подписчику, читателю или рекламодателю после того, как его запрос отправится к вам на почту. Можно его переадресовывать на какую-либо страницу, либо выводить ему сообщение. Мы оставим в настройках «Вывод сообщения», только немного изменив его. Наше сообщение будет звучать так. Спасибо за обращение, я с вами свяжусь в самое ближайшее время. Теперь давайте сохраним форму и выйдем из панели. Далее нам нужно создать страницу «Консультация». Для этого наводим курсор на ссылку «Добавить», расположенную на экспресс-панели, и выберем «Страница». Мы введем название страницы «Консультация». Теперь откройте у себя текстовый редактор Word и введите там следующую фразу. Напишите свой вопрос, и я отвечу вам в самое ближайшее время. Затем настройте для этого текста черный цвет шрифта, скопируйте введенную фразу и вставьте в область редактирования контента нашей страницы. Теперь давайте выделим вставленный фрагмент и выровним по центру, а также сделаем его жирным. Далее спускаемся на две строчки вниз и кликаем по кнопке «Добавить форму», где выбираем название созданной нами формы и кликаем по кнопке «Добавить форму». Теперь выделяем вставленный шорткод и выравниваем его по центру. После этого сохраняем произведенные изменения и переходим на страницу для просмотра результатов наших действий. Как-то выглядит, прям скажем, не очень. Давайте подредактируем дизайн формы. У вас под видео есть ссылка на файл «Изменение дизайна формы». Вам нужно скопировать весь имеющийся там код, перейти в панель «Настроить», а затем во вкладку «Дополнительные стили» и вставить скопированный код, после чего сохранить изменения и выйти из панели. Посмотрите, теперь выглядит все просто отлично. Если вы хотите выбрать для своего дизайна другие настройки, то также под видео у вас есть ссылка «Инструкция по изменению дизайна формы», где все подробно описано, какие параметры можно менять в коде, для того, чтобы достичь желаемого результата. Далее нам нужно создать навигационное меню. Для этого мы переходим в режим настройки меню, а именно наводим курсор мыши на колесико и выбираем меню. После этого вводим название «Главное меню» и кликаем по кнопке «Создать меню». Итак, у нас будет 5 пунктов меню «Острова», «Азия», «Европа», «Россия» и «Консультация». Давайте, во-первых, добавим в меню страницу «Консультация». Для этого на левой панели выбора страниц отмечаем ее галочкой и кликаем по кнопке «Добавить в меню». Как вы видите, данный пункт меню сразу же отобразился в правой области. Остальные же пункты меню будут ввести не на странице, а на рубрике. Поэтому под панелью выбора страниц есть область рубрики. Нам нужно раскрыть эту область, кликнув по треугольнику. Далее в открывшейся области отмечаем все рубрики, за исключением рубрики «Слайд» галочками. И кликаем по кнопке «Добавить в меню». После чего все эти пункты установятся в меню. Теперь их надо упорядочить простыми перемещениями. Наводим курсор мыши на пункт «Меню». Зажимаем курсор левой кнопкой мыши, в результате чего появляется четырехсторонняя стрелка. И далее переносим пункт «Меню» в нужное место. А теперь внимание! Размещайте пункты «Меню» строго друг по другам, без смещений в стороны. Иначе смещенные пункты не будут по отношению к не смещенным одноуровневыми, а будут являться собственно подпунктами. Итак, давайте разместим пункты в следующем порядке. «Острова», «Азия», «Европа», «Россия», «Консультация». После чего поставим галочку в области отображения возле основного меню и сохраним все изменения. Теперь давайте перейдем на сайт для просмотра результатов. Пожалуйста, посмотрите, наше меню добавилось на сайт. Теперь давайте добавим кнопку «Консультация» в сайт бар. Сначала нам нужно перейти в консоль, после чего навести курсор на вкладку «Max Button» и выбрать «Add New». В результате чего перед нами откроется панель создания кнопки. В верхнем поле вводим название кнопки, затем открываем во второй вкладке вашего браузера сайт и переходим на страницу «Консультация». После чего копируем адрес этой страницы. Возвращаемся обратно в первую вкладку, где у нас открыта панель создания кнопки и вставляем скопированный адрес. Вот это поле. Далее устанавливаем галочку «Открывать окно после клика по форме в новой вкладке». После чего вводим текст, отображающийся на кнопке. Теперь мы переходим к настройке дизайна кнопки. Для начала давайте выберем цвет текста кнопки. У нас он будет белым, а при наведении на кнопку черным. Для выбора цвета текста кнопки нам нужно кликнуть по области активации палитры цвета текста кнопки. В результате перед вами откроется панель подбора цвета, где нам нужно кликнуть по необходимому цветовому решению. Я выберу белый цвет. Как вы видите, все изменения моментально отобразились на панели презентации текущего состояния кнопки, расположенной в правом верхнем углу. Теперь для выхода из этой панели нужно просто кликнуть левой кнопкой мыши на любом свободном месте за пределами этой панели. Далее мы настроим цвет текста кнопки при наведении на нее по этому же алгоритму. В следующем разделе «Бордер» мы настроим рамку кнопки. Для начала мы сделаем ее немного закругленной. Для этого вот эту область мы устанавливаем значение 10. Чем больше значения вы установите, тем более закругленные углы получатся у этой кнопки. Как вы видите, значение поменялось во всех полях, а презентационной области кнопка поменяла свой вид. Далее настроим цвет для рамки в обычном состоянии белый, а при наведении черный через панель настройки палитры. Как это сделать вы уже знаете. Теперь установим цвет тени для рамок кнопки. Я выберу черный цвет. После чего настроим цвет фона кнопок. В обычном режиме это черный, а при наведении белый. Чуть ниже настроим тень от названия кнопки. Я выберу черный оттенок. Итак, все настройки завершены. Теперь нам нужно сохранить изменения. Для этого мы скроллим страницу в самый низ и кликаем по кнопке «Сейв». Теперь нам нужно свернуть демонстрационную область, кликнув по треугольнику в правом верхнем углу, а затем вот этой области копируем вот этот шорткод нашей кнопки, после чего переходим в панель настройки виджетов. В каталоге выбора виджетов находим виджет текст и кликаем по нему, после чего отправляем его в единственную имеющуюся у нас виджет зону. И в вот эту открывшуюся область вставляем скопированный шорткод, после чего сохраняем изменения и переходим на сайт для просмотра результатов. Пожалуйста, посмотрите, у нас все получилось. Единственное, давайте уберем рубрику «Слайд» из баннера, а то как-то выглядит не очень. У вас под видео есть ссылка «Скрытие рубрики слайд». Вам нужно скопировать весь код, который имеется в этом файле, затем перейти в панель «Настрой» во вкладку «Дополнительные стили» и вставить скопированный код, после чего сохранить все изменения и выйти из панели. Пожалуйста, теперь выглядит все просто идеально. Ну вот и все, поздравляю, вы создали свой блог на собственной платформе, где можете теперь творчески проявлять весь свой потенциал. На этой платформе вы не придерживаетесь правил каких-то там модераторов, а развиваете свой проект только так, как вам хочется. Конечно, мы создали самый простой вариант сайта с минимальным дизайном. Если же вы хотите узнать, как разработать более высококлассный и функциональный сайт для блога с эксклюзивным дизайном и дополнительными возможностями, то переходите в раздел «Приглашения». Там вы узнаете все подробности о моем новом интенсиве «Платформа для блогера». Если же вы хотите быть в курсе всех новых интересных новостей, фишек и обучающих программ, то подписывайтесь на канал, либо на мой информационно-обучающий блог. А также добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Все ссылки под видео. Ну а если вам нужна моя помощь, то также под видео есть кнопка. Кликайте по ней, и я помогу докрутить ваш блог до идеала. А вам я желаю творческих успехов, и до встречи на наших следующих мероприятиях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!